В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновской гимназии прошла очередная встреча с жителями в рамках ставшей уже традиционной выездной администрацией. И обсудили все вопросы, которые нас тревожат с 2018 года. Глава Ленинского городского округа провел совещание с руководителями школ муниципалитета. В этом году мы открываем 6 школ. Успешная операция подарила пациентке Видновской клинической больницы здоровую походку. Меня благополучно выписали, я уже хожу и очень благодарна своим врачам. Решить все волнующие вопросы, не выходя за пределы своего микрорайона. В Видновской гимназии прошла очередная встреча с жителями в рамках ставшей уже традиционной выездной администрации. Побывала на приеме населения и наша съемочная группа. Получить консультацию по различным вопросам или разобраться в сложившейся ситуации помогут представители профильных служб, ведомств и управляющих компаний. На выездном приеме ни одно обращение не остается без внимания. В Видновскую гимназию пришли жители проспекта Ленинского комсомола, Жуковского проезда, улиц Радужная и Ермолинская. Посетили встречу и жители других населенных пунктов округа староста деревни Спасская Алла Третьякова. Очень рада, что ей удалось встретиться с заместителем главы муниципалитета Татьяной Каляминой, курирующей вопросы ЖКХ. Во время беседы удалось получить разъяснение по многим волнующим темам. Обсудили все вопросы, которые нас тревожат с 2018 года. Они и ранее были, но с 2018 мы их поднимаем, но они не решались. Обещала нам нормально выстроить коммуникацию и порешать вопросы благоустройства мусорных площадок, пешеходных дорожек, освещения наших проулков, ну и все другие вопросы. Продолжил диалог с населением глава Ленинского городского округа. Со Станиславом Катаровым обсудили возможность приведения в порядок некоторых участков в сквере Сосинки. Зона отдыха была благоустроена в 2021 году и стала любимым местом для жителей соседних домов. В парке гуляют от тех детей, от тех, кто делает первые шаги и до уже достаточно взрослых подростков. Все ездят на самокатах, на велосипедах, ходят пожилые люди. У нас есть бабушка на Жуковском один, которая на костылях гуляет по парку. Там дело не в том, что там... Кроме дорожек нет замечаний? Кроме дорожек замечаний нет. Мы выйдем туда, посмотрим. И, соответственно, желательно, чтобы там был подрядчик, который эти работы выполнял. Посмотрим, как с этим подрядчиком мы взаимодействуем. У нас сейчас проходит голосование по благоустройству сперва. Абсолютно верно. У нас у жителей... Например, у нас создан телеграм-канал в Сверсосинки. И там все наши жители 5-го района, 6-го, 3-го, 4-го. То есть центральная часть и все те люди, которые там ходят, без детьми, пожилые люди в том числе. Да у нас такой вопрос. Мы набрали 3600 голосов. Мы ждем этого благоустройства второй части очень долго. И объем там совершенно небольшой. То есть давайте... А, мало того, у нас уже есть проект. По скверу. Значит, вот эту вторую часть, которую мы отсудили, тогда в проекте надо посмотреть, сколько это было, стоило в ценах предыдущих лет, сколько будет стоить сейчас, чтобы мы смогли запланировать продолжение благоустройства. Потому что, если даже свой телеграм-канал у сквера есть, то это уже точно организованная общность людей, которые точно нас поддерживают. Также на встрече были рассмотрены вопросы общественного транспорта, эвакуации брошенных автомобилей и организации парковочного пространства. Напомним, что приемы населения в таком формате проходят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа провел совещание с руководителями средних школ муниципалитета. Мероприятие прошло в Видновской гимназии. Главной темой встречи стала подготовка к грядущему новому учебному году. В округе идет активное жилищное строительство. Вместе с ним возводятся и социальные объекты, в том числе школы. В этом году мы открываем 6 школ, а если быть точным, то до конца, ну до начала 25-го считайте 7, на общей мощностью 8275 мест. Ну это как для маленького города, целиком сразу за один год нужно будет открыть всю сеть образования. Это вопрос очень серьезный, это самый большой вызов по всей Московской области на сегодня. В ходе совещания директора учебных заведений сообщили главе округа, какие из будущих школ станут частью уже существующих образовательных учреждений. А также рассказали о ситуации с набором нового персонала для работы во вновь открывающихся. Одна из школ на 1100 мест откроется в ЖК «Горкий парк», расположенном рядом с деревней Коробова. Она станет еще одним корпусом образовательного центра «Старт», работающего в микрорайоне Пригород Лесное. Олег Вячеславович, вы понимаете, сколько учителей вам туда нужно будет найти? На проектную мощность плюс 41, но по словам застройщика на проектную мощность, то есть 1100 детей на 1 сентября туда не придет, по словам застройщика будет 450 детей. 450 человек на 1 сентября? К почту 23 учителя. К 1 сентября 23 учителя найдете? Ну, мы уже часть нашли. Также Станислав Катаров рассказал о мерах поддержки, которые помогут привлечь новых сотрудников. Предоставление общежитий и компенсации за аренду жилья, выплата грантов и пособий по федеральной программе «Земский учитель». Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте запрещенного психостимулятора. Патрулируя улицу округа, Росгвардийцы обратили внимание на мужчину, который, находясь в общественном месте, нецензурно выражался в адрес прохожих и вел себя неадекватно. В ходе досмотра в его сумке был обнаружен прозрачный пакет с порошкообразным веществом внутри. Откуда взял этот пакет? Нашел. В Москве. В Москве нашел? Я говорю, в Москве нашел или где взял? В Москве нашел. Задержанного доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы установлено, что изъятый материал является синтетическим наркотическим веществом, общей массой более двух граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Благодаря совместным усилиям волонтерских движений «Милой силы ЗДИ» и Светланы Селиховой, «Патриоты России», а также при поддержке депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова удалось собрать денежные средства на покупку квадрокоптера для бойцов СВО. Напомним, что за помощью обратился участник специальной военной операции Геннадий. Он попросил приобрести квадрокоптер, так как это самый эффективный инструмент разведки позиций противника. Группа неравнодушных людей осуществила просьбу бойца. Передаем нашему бойцу то, что он просил. Сейчас я нужна своей стране. Я понимаю, могла бы ничем не делать, как говорится, заниматься своим делом, отдыхать. Но я считаю, что если мы будем все вместе помогать, мы быстрее придем к победе. Государство снабжает военнослужащих современным оборудованием, но все же гуманитарная помощь от жителей будет не лишней. В настоящее время участникам СВО требуется усилитель для радиосвязи. Нашим парням для работы очень нужен ретранслятор. Кто желает помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Мне не важно, кто это сделает. Главное, чтобы это купили и отправили ребятам. Обращаем внимание, что по указанному номеру денежных переводов делать не нужно. Необходимо просто связаться со Светланой и предложить свою помощь. В Виновскую клиническую больницу обратилась пациентка с болью в колене. Обследование выявило, что левая нога Елены на 4 сантиметра короче правой. Оперативное решение подарило пациентке здоровую походку, и теперь она сможет передвигаться без ограничений. Около 6 лет назад Елена получила травму бедра, но не придала этому значения. На протяжении длительного времени в ноге пациентки развивался асептический некроз. Голова бедренной кости начала проседать, что повлекло за собой постепенное укорочение ноги. Боли стали причиной, по которой Елена обратилась к специалистам. У меня начала болеть сначала коленка, а потом постепенно нога начала укорачиваться. У нее получили длительные боли в тазобедренном суставе. Помимо этого, у нее отмечалось укорочение левой нижней конечности порядка 4-5 сантиметров. Если говорить по-научному, это асептический некроз головки бедренной кости. Специфика этого заболевания в том, что вследствие определенных обстоятельств, наследственный фактор, вирусные заболевания, травмы, снижается питание головки бедренной кости, и на фоне сниженного питания меняется ее геометрия, деформируется, за счет чего теряет высоту. Из-за развившегося некроза появилась необходимость замены частей бедренной кости на протез, который не только заменил сустав, но и восстановил прежнюю длину ноги пациентки. Было проведено эндопротезирование тазобедренного сустава с биологической реконструкцией оси нижней конечности. Резицирована пораженная головка бедренной кости, установлен имплант бедренный, вертлужный компонент. И, если обратите внимание, тот маловертел, который у нас был где-то вот здесь, мы вернули в исходную позицию, как должно быть. Сейчас Елена проходит курс реабилитации. Ее режим дня теперь скорее напоминает распорядок спортсмена. Тренировки три раза в день на разные группы мышц. Все это совсем скоро подарит ей здоровую походку. Вели, до моей руки зафиксированы на две секунды и возвращаем. Раз. Не спешите, наверное. Работаем со смежными группами мышц, работаем конкретно с этой ногой, чтобы быстрее активизироваться и быстрее переходить с ходьбы ходунками на палочку, а потом уже на полноценную ходьбу, чтобы ускорить этот процесс. Срок полного восстановления пациентки, установленный врачами, составляет 8 месяцев. Но Елена уверена, что сможет полноценно ходить гораздо раньше. Меня благополучно выписали. Я уже хожу и очень благодарна своим врачам. У меня перестала болеть поясница, у меня перестали болеть колени. Вот это точно. Ну и как бы ходить я уже начала так, не хромая. Я так думаю, летом я уже пойду. На протяжении всего времени лечения Елену поддерживал супруг. Он и сейчас помогает ей в реабилитации. Приходил, сидел, помогал, поднимал. Есть переживание, конечно. Но глядя на нее, она все восстанавливается, значит все хорошо. Елене остается лишь разрабатывать и укреплять мышцы с помощью лечебной физкультуры, в чем ей помогут специалисты Видновской клинической больницы. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской клинической больницы Зарема Тен. И мы посвятим сегодняшний разговор Всемирному дню здоровья. Зарема, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходит неделя Всемирного здоровья или как правильно называется это мероприятие в нашем округе, в наших медицинских учреждениях? Всемирный день здоровья, он отмечается у нас ежегодно, 7 апреля. Для нас это очень важный праздник, потому что основная работа медицинских учреждений всегда направлена на профилактику различных заболеваний. И мы основательно готовимся к этому дню. У нас в каждом подразделении проходят различные мероприятия. В основном, если это какие-то отдаленные районы, допустим, как поселок Володарского, там выезжает бригада медицинских работников, которые профилированные именно узкие специалисты. Они осматривают большое количество пациентов, там примерно 40-60, в зависимости, сколько будет приглашенных. А также первичное звено сотрудников осматривает дополнительно, консультирует всех желающих, кто придет. Помимо этого, очень часто готовятся лекции оздоровительные, приглашаются все желающие. Мы анонсируем это на своих официальных страницах. Вот, например, в Горках-Ленинских пройдет 5-го числа лекция. В том же поселке Володарского будет 5-го числа лекция. В поселке Дрожжино, в поликлинике Южная, будет лекция, будет небольшая, я так думаю, что физическая разминка для всех присутствующих, подарки, праздники. В детской поликлинике будет проходить большое мероприятие. Ну и помимо этого, обязательно у нас всегда присутствуют спортивные мероприятия. То есть это 10 тысяч шагов к здоровью. Наверняка уже об этом многие слышали, знают. Число людей, которые в этом участвуют, становится гораздо больше. То есть это во всех парках Ленинского района, Ленинского городского округа. Собираются любители здорового образа жизни, любители скандинавской ходьбы и идут на большую прогулку. Большой компанией. Мы их провожаем, говорим на путственное слово, благодарим их за то, что они придерживаются здорового образа жизни. И вот с ними участвуем в этом мероприятии. То есть это не только в медицинских учреждениях присоединились, как я понимаю, парки, да, и даже вот горки Ленинские музеи. То есть лекции будут проходить. А на какую тему вообще будут проходить лекции? Мы всегда проводим опрос, прежде чем проводить тему. Мы спрашиваем в основном пациентов преклонного возраста, что им будет интересно. Большинство заявок – это факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Там сахарный диабет, гипертоническая болезнь, другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Очень много вопросов бывает по питанию, то есть каким образом питаться в зависимости от возраста, в зависимости от своего заболевания, как питаться для того, чтобы продлить свою молодость, да, вот такие вот вопросы. Мы всегда собираем эту информацию, подготавливаем лекции. У нас часто их читают именно профилированные специалисты, кардиологи, эндокринологи, врачи общей практики, терапевты. Вот не так давно мы собирались с Обществом Женщин России и тоже поднимали, опять-таки, этот актуальный вопрос – вредные привычки. То есть женщины остались довольны, мы ответили на все интересующие вопросы. Это тоже как раз-таки было мероприятие, приуроченное вот к неделе здоровья, только оно прошло у нас немножко раньше. Зарима, скажите, а как вообще увеличилось число людей, пациентов ваших, которые вот заботятся о своем здоровье, придерживаются правильного питания, образа жизни? Вот как отмечаете? Вы знаете, это очень приятно, то, что таких людей действительно становится с каждым годом все больше и больше. То есть люди, которые более старшего возраста, они пересмотрели уже свой образ жизни в соответствии со своими заболеваниями, с заболеваниями своих подруг. У кого-то уже после ковида не стало близких людей. И это, кстати, одно из важных моментов, такой важный момент, потому что очень многие люди, которые страдали хроническими заболеваниями, они в первую очередь пострадали от этого заболевания. И, возможно, сначала это был какой-то страх пациентов, что вот с ними может случиться что-то подобное, а потом уже стало образом жизни. И уже глядя на них, может быть, а может и просто веяние моды, стало популярным быть здоровым. То есть больше людей занимаются спортом, следят за своим питанием. А если ты уж слишком углубляешься, ходишь каждый день в спортзал, помимо этого усиленно напрягаешься во дворах, на спортплощадках, это тоже так или иначе приведет к каким-то проблемам с организмом. Не стоит. Все хорошо в меру. И вот эту меру у нас соблюдает все больше и больше людей. И это, конечно же, радует. Меня, как руководителя Центра медицинской профилактики, это точно очень радует. Спасибо большое, Зарема, спасибо за информацию. А я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья в Видновской клинической больнице Зарема Тен. Ребята из театральной студии «Атмосфера» прошли отборочный этап в рамках проекта «Театральный поединок». и совсем скоро сразятся с другими командами Московской области. Но перед этим им предстоит освоить искусство импровизации. Наша съемочная группа побывала на мастер-классе юных актеров. Кастинг, встречи, соревнования с другими командами и образовательные мастер-классы от профессиональных актеров. Активные воспитанники Видновской театра «Студия «Атмосфера» готовы усердно учиться и перенимать опыт у профессионалов. Все для того, чтобы достойно принять участие в молодежном проекте «Театральный поединок» и попасть в финал. «Наши ребята будут заниматься до конца года. В ноябре нас ждет фееричный финал, на который, я очень надеюсь, мы попадем. А до этого момента мы будем проходить кастинг, встречи. У нас будет много баттлов с другими командами и такие вот образовательные мастер-классы». Ребятам только предстоит постигнуть искусство импровизации. Одно дело играть заранее отрепетированные роли, другое – погрузиться в предлагаемые обстоятельства и придумывать этюды на ходу. Тренер по актерской импровизации Анастасия Калинина рассказала ребятам обо всех этапах и тонкостях поединка. «Вот они у нас разберут пять основных раундов, в которых они будут потом принимать участие. Это окей-баттл, предметный раунд, немой раунд, экспертный раунд и скульптурный раунд». Одно из заданий – предметный раунд. Ребятам нужно импровизировать с предметом, обыграть его так, чтобы зрители догадались, о чем идет речь. Такие упражнения помогают стать более раскрепощенными, быстро принимать решения в любой ситуации, учиться партнерству и взаимодействию. Вячеслав Иванов занимается в театре-студии «Атмосфера» всего год. Юный актер готов прокачивать свои творческие способности и вместе со своей командой выйти в финал. Волнение, конечно, есть, но я надеюсь, мы справимся, дойдем до финала, хотя бы до финала. Не обещаю, что мы его пройдем, но надеюсь, дойдем до финала хотя бы. Уже в середине апреля у ребят состоится первый поединок с другим театральным коллективом. Всего в пятом юбилейном сезоне театрального поединка примут участие 32 команды из Московской области. Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.